На протяжении трех дней в Жабетномском районе находится делегация из городского округа перевозки Нижегородской области Российской Федерации. Стоит отметить, что подобная встреча уже не первая. Почти год назад стороны заключили соглашение об установлении побратимских связей. На данный момент договоренности переведены в практическую плоскость. План наработанных совместных мероприятий на будущее закрепили подписанием программы развития межрегионального сотрудничества. До 2025 года, а также двух соглашений. Жабенковский район активно развивает сотрудничество с регионами Российской Федерации. В прошлом году мы заключили три таких соглашения с тремя регионами. Это Липецкая область, Задонский район, Республика Башкар-Кастан, Иглинский район и Перевозский район Нижегородской области. В целом взаимодействие с регионами Российской Федерации могу сказать, что только за прошлый год у нас экспорт в регионы Российской Федерации вырос фактически в два раза. А если говорить об удельном весе нашего экспорта, то именно регион Российской Федерации составляет более 60% от всего экспорта нашего района. Поэтому подписание сегодняшнего документа уверенно станет таким существенным основательным фундаментом для дальнейшего развития абсолютно по всем направлениям нашего взаимодействия и сотрудничества. План мероприятий включает в себя сотрудничество в социальной сфере, культуре, образовании и спорте. Однако в перспективе стороны рассматривают сотрудничество и в сфере экономики. Есть заинтересованность в обмене опытом, совместном товарообороте и взаимовыгодных инвестиционных проектах. Главная отрасль экономики – это сельскохозяйственная отрасль. И есть определенные наработки, и есть наработки в Жибенковском районе. Я думаю, что вот в этой части мы здесь найдем общие точки для того, чтобы развивать дальше нашу экономику. Мы хотели посмотреть, вот еще впереди у нас это сельскохозяйственное производство с животноводством, то есть непосредственно с молочным животноводством. Нам хочется получить опыт ваших предприятий, потому как в этой части Беларусь очень развита, и мы хотим этот опыт применить именно у себя. Сегодня проговорили про то, что мы обладаем семенами многолетних трав, которые помогут качественно улучшить посевы для обеспечения кормами животных. Программа визита была насыщенная. Она включала экскурсии, посещение предприятий района, памятных мест и различных объектов. А в преддверии общего праздника Великой Победы члены российской делегации совместно с представителями принимающей стороны высадили памятную аллею в городском парке города Жабинки.